Библейский портал экзегет.ру представляет 20 глава книги Судей или книги Вождей, как я назвал ее в своем переводе, для библейского портала экзегет. Я его вам прочитаю с комментариями. Ну вот, мы продираемся через одну из самых мрачных частей Библии. И народ Божий, народ Израилев живет, как... даже не знаю, как это назвать. Вот 19 глава описывает нам некое происшествие. В самом начале 20 главы это же происшествие будет еще раз рассказано глазами его очевидца. Давайте его и послушаем. Тогда все сыны Израилева, все общество, отданные до Бершева из Галацкого края, собрались, как один человек пред Господом, в Мицпе. В Мицпе, очевидно, находилось святилище. И после чего они собрались? После того, как некий левит, служитель этого святилища, разослал 12 кусков тела своей мертвой наложницы. Да, вы не ослышались. 12 кусков тела, порубленного тела своей мертвой наложницы по всем израильским племенам. Тут израильтяне поняли, что происходит что-то чрезвычайное, и надо по этому поводу что-то предпринять. Сошлись все предводители народа, все племена Израилева были в собрании народа Божьего, 400 тысяч пехотинцев, вооруженных мечами. Цифры немножко нереалистичны, в этой главе такие будут еще. Вениамитяне услышали, что сына Израилева собрались в Мицпу. Вениамитян там, очевидно, нет представителей одного племени. А сына Израилева спросили, расскажите, как совершилось это злодейство. Левит муж убитой женщины, вообще он там раньше называл ее наложницей, но вот после смерти уже говорит о себе, как ее мужем. Отвечал так. «Я со своей наложницей зашел переночевать в Гиву, что в племени Вениамина. Поднялись против меня господа Гивы, окружили ночью дом, где был я. Меня не хотели убить, а наложницу мою замучили до смерти. Я взял тело своей наложницы, разрезал его, разослал по всему делам Израилевым, ведь в Израиле произошло безумное злодейство. Вы все, сына Израилева, рассмотрите дело и примите здесь решение». Ну вот, понятно, да, что это нарушение вообще всех человеческих и божественных норм, когда и гостеприимства здесь отсутствует, и какие-то человеческие представления нападают, хотят убить одного в результате, насилуют до смерти его наложницу. И единственный способ как-то на это отреагировать, это вот всех шокировать таким странным жестом, как рассылкой кусков мертвого тела этой замученной женщины. Вообще, конечно, жуткая судьба. И вот тут они, кажется, понимают, что произошло что-то из ряда вон, и с этим надо делать что-то тоже совсем необычное. «Весь народ поднялся, как один человек, и сказал, «Никто теперь не пойдет в свой шатер, никто не вернется домой, а с Гивой все для нас определит жребий. Выберем по жребию десяток из сотни, сотню из тысячи, тысячу из десяти тысяч, чтобы снабдить народ продовольствием для похода на Гиву Вениаминову, за то безумие, которое совершилось в ней среди Израиля». Ну, то есть военный поход пойдут не все, а пойдут те, кто по жребию из всего этого собрания получит, ну, что ли, вот, знак, что это должен быть именно этот человек. «Все израильтяне выступили против этого города, как один человек. Племена Израиля вы передали всему племени Вениаминову. Какое злодейство произошло у вас? Выдайте теперь этих негодяев из Гивы, мы их казним и изгладим злодеяния, совершившиеся среди Израиля». То есть они пытаются еще уладить дело, ну, не то что миром, но малой кровью, да, то есть достаточно будет казнить людей непосредственно виновных в таком поведении. «Но вениамитяне не захотели послушать своих братьев, сынов Израилевых. Сыны Вениаминовы собрались из разных городов в Гиву на войну с сынами Израилевыми». Да, то есть, смотрите, племя Вениамина не хочет выдавать мерзавцев, которые совершили, ну, по любым меркам отвратительное преступление. Почему? А потому что наши. Чего это все остальные будут наших требовать? Мы своих не выдаем. Сынов Вениаминовых, собравшихся тогда из разных селений, насчитывалось 26 тысяч человек, вооруженных мечами, вдобавок жителям Гивы, а тех насчитывалось 700 отборных воинов. 700 отборных воинов из всего этого народа были левшами, и каждый без промаха бил из пращи камнем волосок. Израильтян без племени Вениаминовы насчитывалось 400 тысяч человек, обнажающих меч, и все они были умелыми воинами. Израильтяне отправились в Боэтель вопросить Господа, какое племя первым должно вступить в бой с Вениамитянами. Боэтель еще, очевидно, одно священное место, где есть возможность упрошать Бога. Вот пока эта Скиния не утвердилась в Иерусалиме, то таких мест много. И вот эта множественность культов, она, конечно, порождает и такой эффект, что, в общем, нет единства, в том числе и духовного, но и политического этого народа. Господь ответил, пусть первым будет Иуда. Сыны Израилева выступили поутру и стали лагерем под Легива. Так израильтяне выступили на бой с Вениамитянами, строй израильтян пошел на Гива, а сыны Вениаминовы выступили им навстречу из Гива и сразили в тот день 22 тысячи израильтян. Но израильтяне собрались силами и вновь построились для боя на том же самом месте, что и в первый день. А прежде того, сыны Израилева скорбели до самого вечера и попрошали Господа, идтили им снова на бой с их братьями, сынами Вениаминовыми, и Господь ответил Идите. Так сыны Израилева напали на сынов Вениаминовых и во второй день. Вениамитяне и на второй день выступили на встречу им из Гива и сразили 18 тысяч израильтян. Все они были вооружены мечами. Ну, я честно скажу, что здесь возникает проблема с колоссальными численностями, что это битва, что-то масштаба Бородинского сражения. Может быть, здесь, конечно, что-то не очень аккуратное при переписывании рукописи было скопировано, и числа сильно меньше того, что здесь указано, надо подразумевать. Но мы наверняка этого не знаем. Зато мы знаем, как оценивается суть происходящего. Она здесь вполне ясна. Сыны Израилева, весь народ пошли в Бетель и с плачем сели там пред Господом. Вот они терпят поражение, хотя считают, что воюют за правое дело. И вот что интересно. Смотрите, они воюют за правое дело, пока они просто идут воевать за правое дело, они терпят поражение. И спрашивают Бога причем. То есть они не атеисты, не язычники. Но когда они начинают... Ситуация-то какая? Начинают с плача. Когда они начинают с плача о том, что часть этого народа фактически разорвала завет с Богом, поступив таким образом и не выдав виновных в преступлении. Что им приходится вести гражданскую войну со своими братьями. Что ничего хорошего, героического в этом походе нет. Это страшная трагедия. Это то, чего любой ценой следовало бы избежать, но не удается. Вот после этого что-то у них получится. Воинская удаль — это здорово, но есть вещи важнее. В тот день они постились до вечера и принесли Господу жертву всесожжения и мирные жертвы. Сыны Израиля вопрошали Господа, ведь ковчег завета в то время находился именно там. В те дни перед ним предстоял Пинный Хас, сын Элязара, внука Аарона. Вот, то есть культовый центр народа. Выходить ли нам вновь на войну с нашими братьями, сынами Вениаминовыми или отступиться? Он отвечал, выходите, завтра я придам их в ваши руки. Тогда Израиль устроил около Гивы засаду. Ну, то есть все эти богословские молитвенные практики не исключают простой военной хитрости. Как именно победить? И в третий день пошли сыны Израилевы на сынов Вениаминовых, выстроившись перед Гивой, как прежние разы. Сыны Вениаминовы выступили с гордым навстречу, отходили все дальше, разя противников, как и прежде. Около 30 израильтян пало, пока вениамитяне гнались за ними по двум дорогам и окрестным полям. Одна дорога ведет к Бетелю, а другая к Гиве. Сыны Вениаминовы говорили, как и прежде, не могут они пред нами устоять, а ведь сыны Израилевы умышленно отступали, чтобы увезти их от города по дорогам. Вот, кстати, одна из подсказок, что с числами что-то не так, то у нас десятки тысяч убитых, а здесь 30 убитых, да, и говорится, что это то же самое. Что-то с числами в этой главе неправильно. Итак, основная часть израильтян отступила и выстрелилась в Аль-Тамаре, а те, кто были в засаде, ударили со своей стороны к западу от Гивы. У стен Гивы оказалось 10 тысяч отобранных из всего Израиля воинов. Ну, понятно, основное войско увели ложным отступлением, а с теми, кто остался, с ними разбирается засада, относительно небольшая, но свежая и ударившая внезапно с тыла. Авианимитяне и не знали, какая их постигла беда. Так Господь поразил Вениамина перед Израилем, и в тот день сына Израилева сразили из Вениамитян 25 тысяч 100 человек. Все они были вооружены мечами. Теперь сыны Вениамина его увидели, что терпят поражение, и что израильтяне отступали пред ними только потому, что рассчитывали на засаду, поставленную под Легивы. А те, кто были в засаде, спешно побежали к Гиве, ворвались в город и перебили всех жителей мечом. Ну вот, тоже уже не разбираются. Кровь порождает кровь, месть еще больше расширяет насилие. Основные силы израильтян и воины в засаде заранее условились о знаке. Им должны были стать клубы дыма над городом. Когда израильтяне стали отступать с поля боя, Вениамитяне сразили из них около 30 человек и говорили, мы на голову разгромим их, как и в том бою, тут из города повалил дым столбом. Вениамитяне обернулись и увидели, что весь город в огне и дым восходит к небесам. Основные силы израильтян снова напали на них, и только тут вениамитяне поняли, какая их постигла беда. Они побежали от израильтян по направлению к пустыне, но преследователи продолжили бой, а с другой стороны их убивали израильтяне, вышедшие из Гивы. Так они легко окружили вениамитян и гнали их, разяда в восточные окраины Гивы. Из сынов вениамина пало 18 тысяч человек. Все они были могучи и мужи. Ну вот, все достаточно понятно и печально. Уселевшие бежали в пустыню к скале Римон, и по дороге израильтяне уничтожили еще 5 тысяч человек. Они гнались за ними по пятам до Гедома, сразив из них еще 2 тысячи человек. Всего из племени Вениамитова в тот день пало 25 тысяч человек, вооруженных мечами. Все они были могучи и мужи. 600 уцелевших бежали в пустыню к скале Римон, и 4 месяца они жили на скале Римон, то есть в какой-то малодоступной местности, укрывались, боясь спуститься обратно. Израильтяне вернулись к сынам Вениаминовым и поразили мечом всех жителей города, даже скот, всех подряд, а все селения, каким попались, сожгли. Победа. Триумф. Ну, вроде как да, только радоваться нечем. Вот эта часть книги показывает, что с народом надо срочно что-то делать, что так дальше нельзя. И, собственно, что с ним делать, об этом будут говорить уже следующие книги царей и царств. Но будет у нас еще 21 глава, которая все-таки даст какое-то новое начало, которая не позволит завершить книгу вождей или книгу судей на кровавой резне после не менее кровавого преступления, чтобы был хоть какой-то, как сегодня принято говорить, позитив. Субтитры создавал DimaTorzok